Chapter 9. Богатый человек. A rich man. И ездит на дорогих машинах. У него нет жены. Нет детей. Его бизнес – это его семья, его жизнь. Однажды Максим собирался на деловую встречу в другой город. Он хотел лететь на своем вертолете. Это быстро и удобно. Максим проверил прогноз погоды. Туман, дождь и сильный ветер. Авиакомпании отменили все рейсы. «О нет, придется ехать на машине», – сказал Максим вслух. Он позвонил своему водителю и предупредил его. «Сколько займет дорога?» – спросил его Максим. «С такой погодой часов семь-восемь», – ответил водитель. «Если без остановок». «Какие остановки?» – спросил Максим с раздражением. «Перекусить в придорожном кафе?» «Нет, спасибо». Прогноз погоды не соврал. Погода была ужасной. Они ехали медленно. Максим нервничал. Это была очень важная встреча. Через несколько часов они остановились. «Нужно подождать», – объяснил водитель. «Я не вижу дороги». «Ладно. Я пока перекушу». «Давай, перекусывай». «Моя жена приготовила мясной пирог. Не хотите кусочек?» Максим посмотрел на него с презрением. «Я не ем такую еду. Ты знаешь это. Я поужинаю в ресторане». «Ладно, я просто спросил», – сказал водитель и с удовольствием съел пирог. «Максим успел на свою встречу. После встречи он поужинал в ресторане. Это был самый дорогой ресторан в городе». «Как обычно, утром они поехали обратно домой. Погода не стала лучше. Они ехали медленно. Через несколько часов машина остановилась». «Почему мы остановились?» – спросил Максим. «Что-то не так с машиной», – ответил водитель. «Я выйду, посмотрю». «Он скоро вернулся». «Серьезная проблема с мотором. Придется вызывать эвакуатор». «Ты с ума сошел?» – закричал Максим. «Я возвращаюсь домой на эвакуаторе. Это будет во всех газетах. Все будут смеяться надо мной. Ты можешь починить мотор?» «Да, но мне нужны детали». Максим вызвал такси, и его водитель уехал в город купить детали. Прошел час, два, три. Водитель не возвращался. Что могло случиться? Наконец Максим увидел такси. «Где ты был?» – спросил он со злостью. «Извините, долго искал детали. Сейчас, час-два и поедем». «Час-два? Я устал и хочу есть». «Я сделал бутерброды. Хотите?» «Я подожду. Я не ем такое». Водитель починил машину. Погода стала хуже. Они ехали еще медленнее. «Когда мы будем дома?» – спросил Максим. «Я умираю от голода». «Через четыре часа. Если повезет», – ответил водитель. «Скоро будет небольшое кафе. Хорошее место. Называется «Еда как дома». «Вкусная еда».» Максим засомневался. «Может попробовать?» «Но это придорожное кафе». «Ладно», – согласился он. «Еще четыре часа. Это слишком много». «Это был не ресторан, но уютное тепло». Перед Максимом стояла тарелка. Картофельное пюре и тушеная курица. Для Максима блюдо выглядело бледным и непривлекательным. Он попробовал и ничего не сказал. Через несколько дней водитель Максима встретил его горничную. «Я думаю», – сказала она, – «мы скоро потеряем работу». «Почему», – удивился водитель. «У хозяина мало денег», – ответила горничная. «Почему ты так думаешь?» «Смотри, я заметила это в мусорном ведре. Это не первый раз». Она показала водителю бумажный пакет. На пакете было написано «Еда как дома». «Не волнуйся», – ответил водитель. «Дело не в этом». И он рассказал ей историю с придорожным кафе. Краткое содержание истории. Максим – очень богатый человек. У него роскошный дом. У него есть личный портной и личный вертолет. Он ест только в дорогих ресторанах. Однажды Максим собирался на деловую встречу в другой город. Он хотел лететь на вертолете, но погода была слишком плохая. Он поехал на машине с водителем. После встречи Максим поужинал в ресторане. На следующий день они возвращались обратно. Машина сломалась. Водитель мог починить ее, но ему нужны были детали. Водитель поехал в соседний город на такси. Максим ждал его три часа. Он устал. Он хотел есть. Водитель предложил ему поесть в придорожном кафе «Еда как дома». Он согласился. Максим попробовал картофельное пюре и тушеную курицу. Через несколько дней горничная Максима сказала водителю, что у хозяина мало денег. Она заметила в его мусорном ведре бумажные пакеты с надписью «Еда как дома». Водитель рассказал ей историю с придорожным кафе. Summary of the story The next day they were coming back. The car broke down. The driver could fix it, but he needed the spare parts. The driver went to the neighboring town by taxi. Максим had been waiting for him for three hours. He was tired. He was hungry. The driver offered him to eat in a roadside cafe. Food like at home. He agreed. Максим tried mashed potatoes and stewed chicken. He ate all. In a few days, Maxim's housemaid told the driver that the master had little money. She noticed paper bags in his waste bin with the inscription Food like at home. The driver told her the story about the roadside cafe. The driver told her the story about the roadside cafe.